Деньги Здравствуйте, дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Сегодня я буду говорить о деньгах. Буду говорить очень много о том, как накопить и инвестировать деньги, почему это надо делать, вообще что такое деньги, почему это необходимо делать на современном мире, в котором мы с вами живем. Я думаю, что деньги на самом главном в нашей жизни, но они становятся самим главным, когда их часто не хватает в нашей жизни. А если их у вас часто не хватает, соответственно, вам придется думать о деньгах, как бы вы не хотели, как бы вам это не нравилось. Хотя большинство людей, они считают, что якобы главное быть хорошим человеком, якобы думать о деньгах это не обязательно, а я считаю, что жизнь заставит вас думать о деньгах, если вы это не осознаете. Я часто людям задаю вопрос, что такое деньги, и очень много раз люди рассказывают мне в наших тренингах, когда мы говорим, что такое деньги, огромное количество людей говорят, деньги это свобода, это здоровье, это выбор, это уровень жизни, это, скажем, красота, это средство для достижения цели, деньги это способ лучше жить, кто-то говорит это бумага, кто-то говорит это грязь для рук и так далее, кто-то говорит это просто эквивалент измерения какой-то труда или способности и так далее, и так далее, и так далее. Но за годы свою работу я очень-очень хорошо понял, что, очень хорошо понял, что деньги это хороший работник, это идеальный работник. Понимаете, в годы свою работу я очень хорошо понял, что деньги это идеальный работник. Деньги это идеальный работник. Почему? Потому что деньги могут 24 часа работать без прерыва, а человек не может. Деньги могут целую неделю по 24 часа работать, целый месяц по 24 часа работать, целый год работать по 24 часа без прерыва, а человек не может. Человек болеет, деньги не болеют. Человек просит повышение зарплаты, деньги не просит. Человек опаздывает на работу. Деньги не опаздывают. Человек делает по настроению. Если у него настроение хорошее, он говорит, давай завтра. Сегодня не успел, сегодня устал, сегодня такое. Человек делает по настроению. А в деньгах такое не бывает. поэтому деньги это идеальный работник они не болеют зарплата не просит они не опаздывают они всегда работают поэтому деньги это идеальный работник вот кто понимает такое мышление я начал заметить что большинство успешным богате люди которые стали богатыми только потому что они смогли заставить деньги работы на себя а кто-то смог даже чужие деньги заставить работать на себя те которые миллиардеры которые видите миллионеры которые видите и все эти банкеры которые видите они только стали богатыми по той причине что смогли банковские деньги деньги инвесторов деньги других создавали фонды либо создавали так привлекали инвестиции так далее заставили деньги работа на себя дело в том что бедные люди продают деньги богате покупает деньги как это так бедные люди отвезут деньги в банк дает не в банк потому что они не доверять себя даже они деньги держат дома, они их потратят. Они уверены, что если деньги держу дома, я их потрачу. Странное мышление. Странное мышление в том, что люди доверяют банку, чем самого себе больше. И они отвезут свои деньги от банка, на место того, чтобы их инвестировать. И соответственно, что происходит? Богатые люди от банка берут кредиты и приумножают их, потому что они знают, что делать с этими деньгами. Деньги идеальный работник. Вот это мышление, очень самая важная мышление для тех людей, которые хотят богатства. Для тех людей, которые хотят добиться успеха. Если вы действительно в деньгах приняли решение стать богатым, в деньгах вам надо знать о деньгах. Без знания о деньгах не обойти. Например, в современном мире я не могу представить жизнь человека без знания о деньгах. Я сейчас объясню, почему я так думаю. Например, невозможно сейчас представить будущее своих детей, если они не умеют писать, читать. Невозможно. Думаю, что в ближайшее время даже невозможно будет представить будущее человека, который не умеет использовать телефон или компьютер. Не только писать, читать, даже технологию. Если он не умеет использовать технологию, это нереально жить в этом современном мире в будущем. А точно так же, как мы не можем представить будущее человека, который не умеет писать, читать и живет в этом обществе, я не могу представить будущее человека, у которого нету знаний о деньгах. Если у человека нету знаний о деньгах, он не может сохранить, не может приумножить, не может управлять, не может инвестировать. Тогда у него будет море проблем. Его жизнь проходит просто в долгах и трудности. Его жизнь будет просто пройти боли, потери, сожалений и так далее, и так далее. Это же боль, это же проблема. Поэтому сохранить деньги это богатство. Зарабатывать деньги это талант. А сохранить деньги это богатство. Управлять деньгами это селя искусства. Я повторяю, зарабатывать деньги это талант. Если хотите зарабатывать, вы можете просто развивать свой талант и будете зарабатывать очень хорошо. Хороший менеджер больше зарабатывает, хороший маркетолог больше зарабатывает, хороший продавец больше зарабатывает, даже хороший водитель больше зарабатывает. В любом профессии, если вы талантлив в этом, вы зарабатываете больше по сравнению с другими людьми, которые в этой профессии. Поэтому зарабатывать это талант. Можно зарабатывать. Но Сохранять деньги это богатство. Это что означает? Это означает, что если ты хочешь в деньгах стать успешным, научись сохранить деньги. Не будешь сохранить деньги, не научишься сохранить деньги, в деньгах богатие не станет никогда. например два примера простой арман улан два примера арман зарабатывать скажем тысячи долларов в месяц улан зарабатывать 500 долларов в месяц а кто из них станет богатый в деньгах на первый взгляд и выглядит что арман должен стать богатый потому что он зарабатывать два раза больше потому что он зарабатывает тысячи долларов а улан зарабатывать 500 долларов а в реальности разбогатеть не тот кто больше зарабатывает в реальности разбогатеть тот кто больше сохраняет богатство не то что вы зарабатываете богатство то что конца остается у вас если вы смогли прошлогодние даже свои деньги которые у вас были какой-то я не сумма капитал сохранить через год это уже хорошо год спустя если вы смогли то сумма наличности который у вас будет сохранить это уже здорово поэтому богатство это что это это сохранить деньги то богатство это уметь сохранить деньги богатство начинается сохранение деньги я повторял богатство перед нами открывает дверь не тот день когда мы начнем зарабатывать богатство перед нами открывать дверь тот день когда начнем сохранить именно тот день когда начнем сохранить перед нами открывается новый мир новые возможности управлять деньгами это селе искусство вы внимание обратите я заново повторю зарабатывать деньги это талант сохранять деньги это богатство управлять деньгами это искусство это селе искусство почему-то не могу понять наше общество думать что искусство это хорошо танцевать хорошо рисовать хорошо там петь и так далее это все искусство да никто не спорит это здорово это искусство но дело в том, что если я сегодня неправильно танцевал, я могу завтра заново танцевать. Ну ладно, послезавтра еще танцую. Я буду тренироваться и лучше буду танцевать. Но от этого я в долгах не попаду, точно. Но если я пару раз неправильные решения принимаю касательно денег, это меня загонят в море проблем и море долгов, которые несколько лет жизни забирают. Наверное, вы знаете людей, которые пытались открывать бизнес, попытались работать и так далее. И у них это не пошло или что-то нибудь по разным причинам. Кто-то кредиты брал, кто-то долги залезли, а потом несколько лет их жизни ушло на того, чтобы эту проблему просто устранить. Видите? Управлять деньгами это селье искусство. Даже если вы накопите, сохраните деньги, даже если пара ошибка, да если допускайте, это очень дорого обойдется. Могут бросать назад. Поэтому управлять деньгами это искусство. А в этом искусстве вы должны быть мастером. Это реально надо быть мастером. Вот. Что я тебе хочу сказать? Первым делом, что касается денег, начните от сохранения денег. Самое вообще это. Первым делом управление денег начнется с управления расходами. Пожалуйста, внимание. Повторяю. Сначала давайте Арман Улана закрепляем, потом придем дальше. Арман зарабатывает тысячи долларов, Улан 500 долларов. А кто из них разбогатит? Тот, кто больше сохраняет. Может быть, Арман зарабатывает тысячи, но он тратит тысячи сто долларов. А может быть, Улан зарабатывает пятьсот, но по крайней мере сто долларов сохраняет. Или двести долларов. Поэтому человек, который контролирует свои расходы, он победит. Шаг первый. Управление денег начинется с управления расходами. Значит, шаг первый, что нужно делать? Создайте, пожалуйста, бюджет расходов. Начните с создания бюджета расходов. Фиксируйте свои бюджеты расходов, которые могли бы средне жить, не богато, не бедно. Научитесь жить по своим средствам. Не живите в долгах. Не живите за счет кредитов. Надо научиться жить по своим средствам. Это первый шаг к успеху. Чтобы жизнь не превращалась в борьба со своими обязательствами. Стоит, чтобы человек начал жить в долгах, кредитах и так далее, его жизнь превращается в борьба за свои обязательства. Потому что эти долги, эти обязательства создают масса, которые начнет давить. Они реально начнет давить на тебя. Они начнут массово давить на тебя. И это очень тяжело потом. Тяжело принимать правильные решения. Тяжело сосредоточиться. Потому что это все тебе... Одна проблема остается, два проблемы просто. Раньше только деньги не хватало. Теперь уже параллельно надо, чтобы и то, и то надо делать. И два проблемы теперь. Одна проблема остается, два проблемы. Вот. Поэтому очень большой роль играет, чтобы человек четко понимал, что управление денег начнется с управления расходами. Первым делом надо формировать бюджет расходов. Фиксировать этот расход, который средно можно жить. Ни богато, ни бедно. Живите средно. Не обязательно шиковать, не обязательно в нужде жить. Болезненная экономия не поможет вам разбогатеть. Часть людей очень слишком болезненной экономией занимается. Не делайте этого. Жизнь не любит, когда вы чрезмерно себя ограничиваете. Жизнь не любит, когда чрезмерно человек себя все читает, что это дорого, это дорого, это дорого. Нет, ты заслуживаешь. Если вы читаете, что это дорого, то дорого, все дорого для вас, тогда и навсегда все дорого будет для вас. Потому что вы так думаете. У вас убеждения такие, установки такие. Когда человек убедил себя, что это все для него дорого, и у него потом шанса не будет купить такие вещи, возможностей не будет. Потому что жизнь дает то, во что мы верим. Мы получаем от жизни не то, что хотим, мы получаем то, во что верим. Итоги, в конце концов, я заново повторю, мы получаем не то, что хотим, в итоге мы получаем то, во что воистину мы верим. Если человек убедит себя, что это дорого, для него будет всегда дорого. Поэтому, живите в начале пути по своим средствам и формируйте бюджет расходов, в котором можно средно жить, не богато, не бедно, средно можно жить, не нуждаться и не слишком щековат. Почему надо формировать бюджет расходов? Потому что, если вы не формируете бюджет расходов, что произойдет? Если вы не формируете бюджет расходов, у вас будет самая большая ошибка, какой? Параллельно вашим доходам расходы будут расти. Вы будете зарабатывать тысячи долларов, расходы станут тысячи. Вы будете зарабатывать полтора тысячи, расходы станут полтора. Вы будете зарабатывать три тысячи, расходы станут три тысячи. То есть, пропорционально, параллельно вашим доходам расходы будут расти. Однажды вы видите, что вы зарабатываете две тысячи долларов, и расходы две тысячи, даже больше. А чтобы вот параллельно доходы, расходы не выросли, что нужно делать нужно формировать бюджет расходов фиксировать их держаться на одном уровне когда вы фиксируете их держите на одном уровне они не растут тогда у вас есть шанс повелять то есть получается что если вы фик например скажем что если вы фиксировали расход на 500 долларов чтобы среднем можно было жить не богато не бедно и так далее среднем можно было жить продукты питания того-того-того внимание а сверх того все то что будете зарабатывать потихонечку вы направлять будет в капитал то есть сама идея бюджетирования думаю что вам мог объяснить фиксируйте бюджет расходов шаг 1 всегда делайте этого шаг 2 шаг 2 вам нужна система которая управлять деньгами а не вы почему вы эмоциональны вы сегодня думаете так завтра так послезавтра так я заметил что люди некоторые копит 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 и махом все тратит они которые люди вообще не накопит вообще люди делятся на четыре категории первая категория люди они никогда не сохранять деньги они читают что это невозможно это бесполезно все равно умрешь то пятидесяти они никогда не сохранят деньги второй категориях хотят сохранить деньги но у них не получается потому что расходы большие у них семья расходы тогда 3 категора копит копит махом все тратит 4 сохраняет и приумножает вам нам нужно с вами прийти всем к четвертой категории независимо от профессия независимо сколько вам лет независимо понимаете это очень важно не надо думать что время ушло или время не пришло я пока молодой или я уже стар нет нельзя так думать всему свое время начните немедленно это делать один день раньше один быстрее вы станете финансово свободным человеком второй шаг который я без могу предложить вам займитесь так чтобы деньги управлялась система не вы потому что человек эмоциональное существо сегодня сегодня ему настроение хорошо он хочет развлекаться завтра ему грустно депрессия он опять хочет там что-то придумать себе чтобы расслабиться выпал когда день у вас под рукой вы их потратите сделайте так чтобы не вы управляли деньгами а система управлял дело в том что я заметил я рекомендую вам найдите изучайте модель счета по управлению смене бюджет который разработал чтобы этот модель счета вас научил 6 часов время займёт поэтому найдите тренинг как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности или найдите мои два моя книга книга я и деньги я и деньги два я и деньги один я и деньги два в россии это выпускается эта книга под названием стать богатым может каждый это первый час второй часто еще в россии нету для заказывайте нашем сайте я и деньги два изучать эту модель счета управления смене бюджет я понял за годы свою работу раз людьми что деньги должны управлять система не человек управлять потому что мы управляем не системно а когда вы создадите систему управлять деньгами ваш мозг освобождается и не будет думать о расходах обычный человек больше всего думать о расходах ваш мозг занята постоянно думать о расходах туда нужно расходе суда нужно расходе это на ремонт на зарплату на того-того-того-того на лечение того научи обучение детей ваш мозг постоянно думать о расходах чем больше ваш мозг думать о расходах ваши фокусы внимание идет на расходах а расходы будут больше а вы будете питаться экономит а чем больше будете питаться экономит в реальности еще больше расходовать будет например вы питаетесь экономит этот месяц видит что сосед затопил вас или кто-то штрафовал вас или где-то еще что-то произошло чем больше вы питаетесь экономит и тем больше у вас будут непредвиденные расходы потому что понятие экономии наше подсознание не воспринимает странно но это так поэтому не надо заниматься экономии я не обучаю экономии не занимайтесь экономии болезнями экономии тем более не заниматься иначе никогда не разбогатеть займитесь управлением но не экономия где надо надо расходовать где надо надо вкладывать просто что такое экономия экономия это не то что ограничить себя или там не знаю меньше потратить и так далее больше нет с подслово экономия надо понимать так не надо делать то что не надо надо покупать то что действительно надо например если вы видите что у вас машина сломалась вам нужно запчаст на 500 долларов а где-то видите китайской запчаст за 300 долларов но вы понимаете что за 500 лучше и она дольше служит и правильно будут брат 500 берите 500 вот это занимание экономии а если вы не понимаете возьмете за 300 долларов это запчаст который брали на 300 через полгода испортить остальные несколько запчастей которые вам придется на 3000 или на 4000 ремонт делать видите итоги получается на выходы вам дороже три раза четыре раза это есть мышление бедного человека за годы свою работа очередной раз я убедился что экономия это не то что ограничить или уменьшить или так отказать или нет экономить это точнее понимание что тебе надо делать то что надо а не то что там тебе кажется что так нам делай как надо делать так надо они так как получается и тогда все будут на свои места это одна из самых важных вещей найдите эту книгу я и деньги 1 и деньги 2 изучайте модель счета управления смене бюджет это вам очень сильно поможет очень сильно поможет вам потому что у вас появляется система управления денег эта система у него много преимущества в этой системе что дали вам эта система она позволяет вам чтобы вы внимание обратно она позволяет вам чтобы вы в дальнейшем стабильно начинали накопить капитал она позволяет нам не попасть в долгах если в долгах она вытащит долговая яма она формирует вас мышление предпринимателя то есть до того когда у вас деньги появятся у вас появится навык как управлять деньгами если у вас деньги есть но у вас нету навыка управление денег это проблема это большая проблема поэтому вот сама система позволит вам поможет вам до того я повторю еще раз до того когда у вас появится деньги система научит вас много чему чтобы вы самостоятельно могли управлять деньгами это здорово самый главный эта система приводит к тому что вы потихонечку у вас появится стартовый капитал часто бываешь у вас какая-то идея если какие-то возможности но стартового капитала нет а если вы по этой системе будет жить появится стартовый капитал начните по этой системой жить мой совет к вам такой это похоже как дорожные правила я веду машину когда я сиду за рулем я вожу машину а меня что ведет меня ведут правила я подчиняюсь правила правило говорит на право поворачивать нельзя значит мне надо подчиняться правилу если хочу жить то же сами эта система надо вот возьмите изучать эту систему подчиняйтесь эту систему я гарантия дам что у вас будет результат потому что за годи свою работа у нас огромное количество результатов огромное количество сотни тысячи люди добились успеха иначе 14 лет существует наша школа иначе мы могли не могли бы существовать за эти годы такое огромное количество люди как посвящали наши семинары тренинги потому что они попробовали видели результате возможно кто-то из вас побывал на мои тренингах или почитали эти книги и попробовал вы видите что это дает результат или ваши знакомые друзья или кто-то попробовали это и видит попробуйте вы тоже получите тоже хороший результат значит второй шаг что сказал найдите изучайте модель счета управления семейным бюджет она вам гарантированно даст результат ребят это однозначно потому что если это помогло сотни тысяч людям и вам поможет вам тоже поможет надо вам попробовать это делать третий вещь который рекомендую вам третий вещь который необходима чтобы вы усваивали как начинается у вас появляется какой-то небольшой капитал как появится у вас небольшой капитал начните его инвестировать но запомните маленький сумма маленькие деньги надо инвестировать первую очередь два образования я повторяю маленькие деньги первую очередь инвестировать свое образование маленькими деньгами большие бизнес не делаешь как у вас как вас накапливается эта сумма небольшая сумма сразу начните инвестировать свою финансовый интеллект свое образование почему я повторяю маленькие деньги с ними большой бизнес не делаешь вы куда-то пока не расходовали вложить их свой ум ребята ваше конкурентное преимущество самые лучшие конкурентные преимущества это ваши способности ваши сами большой капитал это вашей ум ваше основное богатство это ваше умение что вы умеете делать все то что от вас могут забрать все от вас то что могут отнять это не является богатство все то что от вас кто-то могут забрать или государство могут забрать или смерть могут забрать что-то то что могут от вас отнять она не является богатством богатство это то что от вас даже смерть не способен забрать никто не способен забрать поэтому первым делом вложить свои мозги свое образование максимум вложить в это первые свои инвестиции делите в свои образование это очень очень важный момент четвертый вещь после того когда вы вкладываете свое образование своем деле своем деле именно своем деле станьте профессионалом создайте себя запомните правила по которой можно добиться успеха это ступеньки надо четко понимать первый шаг это создать себя второй шаг создать свой рынок третий шаг это расширять свой рынок то есть когда вы инвестирует свой мозг инвестировать свои способности создайте себя станьте профессионалом в чем-то станьте мастером в чем-то я не видел профессиональный футболиста который бедный я не видел профессиональный музыканта который бедный я не видит профессионального понимаете менеджера который бедный профессиональный продавца который бедный профессионального там не знаю любой профессии возьмите инженера архит скажем архитектура или там любовь ну не знаю архитектора или там кого кого же до любой сфере стану максимум профессионалом создай себя создай себя главный принцип создать себя это очень очень важный принцип вот заработал вложить себя сработал вложить себя заработал вложить себя я стал кто я есть 2000 то есть 2000 говорю 26 года я заработал все то что заработали деньги вложить свои мозги понимаете те годах те годах 26 годах квартиры таджикистане стоили 500 долларов 600 долларов 700 долларов 450 долларов можно было купить двухкомнатной квартиры я ходил на тренингах платил по 500 долларов доллар быть 625 рублей я никогда это не забуду 625 рублей 100 долларов один день тренинг стоило 3000 рублей 5000 рублей один день тренинг 3000 рублей это почти около 500 долларов 5000 рублей это это 700 800 долларов почти вы понимаете о чем я я вспомню никогда не забуду тренинг был 8000 рублей это 1200 долларов почти один день тренинг я ходил на эти тренинга самое интересное было в чем самое интересное было в том что я заработал ходил туда иногда долги попросили занимал добавлял и ходили на тренинга самое интересное было в том что я на русском не все понимал я 90 процент не понимал там что они говорят я ходил иногда в туалете плакал я действительно ходил туалет и плакать иногда руки помывая потому что идет тренинги я не понимаю что говорят я вкладываю деньги которые стоят одну квартира понимать я никогда не забуду эти дни но я понимал одну вещь я на правильной дороге если вы выбрали правильные дороги когда-нибудь дойдете когда-нибудь сегодня нет завтра может быть завтра не послезавтра да может быть не в этом году понимать может быть этом не в этом году а А может быть следующее. А может быть ближайшие три года не будет этого. Но когда-нибудь однажды вы проспаетесь и вы видите, что вы приближаетесь к вашей цели. Поэтому если человек правильно выбрал дорогу, да он когда-нибудь дойдет. Рано или поздно он дойдет. Когда-нибудь дойдет. Поэтому первая инвестиция, это четвертый ваш шаг. Вы должны вкладывать свое образование. Очень важно. В обязательном порядке. Станьте, создайте себя. Станьте мастером в чем-то. А когда вы это научились, когда вы создали себя, в чем-то вы стали профессионалом. Следующая инвестиция. Вкладывайте. Вы создали свой рынок. Что вы научились делать, что вы профессионал вкладывает в свой маркетинг. Вкладывайте, создайте свой рынок. Создайте. Не важно чем бы вы ни занимаетесь. Создайте рынок. Вкладывайте, создайте рынок. Это очень важно. вкладывайте создать рынок вы зарабатываете уже как профессионалом стали у вас доход растет доход вырос создать рынок а вы когда создадите рынок потребность создайте потребность а где потребность там и деньги где больше больше потребность больше деньги больше потребность больше деньги создайте так делать стив жопс так делать илон макс так делать все они если вы посмотрите любой любой богатого человека они создали себя они стали личностью они стали известную они стали мастером а потом смогли создать себя рынок вы должны уметь себя продавать вы должны уметь продавать ваши супер продукт у меня к вам вопрос что больше продается в мире раскрученный продукт или хороший продукт хороший продукт больше продается или раскрученный продукт да конечно про скрученный продукт продавцы вы видите в из косткой пожалуйста сигарет разве полезной водка разве полезны должен продается не сказать что он полезный кока-кола разве супер полезный продукт что ли да нет макдональд супер мак супер полезный продукт что ли это гамбургер и так да конечно нет продается раскрученный продукт научитесь создавать свой рынок если вы хороший человек если вы действительно вы хороший продукт делать если вы хороший услуг делаете научитесь раскрутить создать свой рынок мне пришлось самому создать рынок на свои тренинга на свои парфюмерии на свои книги мне пришлось самому создать рынок научитесь донести до людей ваши ценности научитесь гордо говорит о своем услуге если ваши услуг если ваш продукт полезно и он нужен людям да прекратите свои скромности кому нужна эта ваша скромность забудьте про это забудьте что я имею ввиду я имею ввиду что если ваш продукт он нужны если ваш продукт полезный вы обязаны сделать его публичным вы обязаны это донести до массового народа иначе откуда они узнают что она у вас есть они откуда поймут что она это продукт у вас есть вы знаете у нас есть такой плохой менталитет знаете какой плохой менталитет у нас мы думаем что если обвести кому-то надо сам просит понимаете мы думаем что если кому-то надо сам просит до чего вы взяли 100 виду что если кому-то нужен он сам просит да нет забудьте об этом а представьте что вы изобрели или разработали лекарства для, например, скажем, лекарства для, как называется это, для сахарного диабета. Ну, например, представьте, представьте, что вы разработали какое-то лекарство для сахарного диабета или какой-то нибудь недуга, а вы никому об этом не говорите. Да откуда тогда люди узнают? Откуда люди могут захотеть, если они это не видели? Понимаете? Это очень-очень важно. Так что создай себя первый, если шаг, когда ты инвестируешь в свои мозги, создай себя. Второе, создай свой рынок. Как научиться создать свой рынок? Третья вещь, масштабируй свой рынок. Максимально расширяй свой рынок. Максимально, сколько можешь, столько делай. Так делай сникерс. Поняли, что его продукт людям нужен? Максимум расширяйся. Так делят жалеть. Так делят все они. Алгоритм такова. Значит, четвертый шаг я вам сказал, что заработанные деньги инвеструйте в свое образование. Инвеструйте в свое образование. Вы должны это три вещи делать. Создать себя, создать свой рынок, расширять свой рынок. И пятый вещь. Если вы уже немножко деньги появились и так далее. Вы уже видите и так далее. Вот. Уже что, приближайтесь к... Или по крайней мере создали себя и так далее. Иногда многие люди меня спрашивают, с чего мне начать? Небольшой капиталь есть. С чего мне начать? Стань профессионалом в чем-то. А потом в этом сфере вложи деньги. В этом сфере, где ты время вложил. В этой сфере, где ты понимаешь. Желательно начните с услуга. Начните продавать услугу. Начните торговлей заниматься. Есть либо услуга, либо торговля. Сразу не берите за большие бизнесы. Если вы только-только начинающий человек. Почему? Потому что... Большие бизнесы, большие деньги. Расходы большие. Вложения большие. Начните с этого. Понимаете? Либо, что я сказал. Либо торговля, либо услуга. Это обойдется вам недорого. Вы быстрее. Сами... Это короткие деньги. Вы должны первые, после того, когда свое образование выложили несколько раз. В дальнейшем вложите толку. Либо в начале услуга, если можете. Либо торговли. Небольшими деньгами это краткосрочные деньги. Краткосрочные деньги это какие деньги? Это те деньги, которые часто возвращаются к вам. Или либо просто займись инвестированием. Небольшими деньгами лучше покупать 2-3-5 разных компаний. По чуть-чуть, по чуть-чуть акции и облигаций. Либо так делай. Вот так. Либо так делай. Успешная компания, которая уже все работает, которая уже показатель хорош, которая развивается, которая уже команда сильная, которая доказала себя. И в мире, в рынке покупай по чуть-чуть, по чуть-чуть доли у него цены бумаги, акции покупай по чуть-чуть. Небольшие деньги так надо приумножать. Они будут расти. Работайте так. И однозначно займитесь инвестированием. Однозначно. Потому что в старость все равно наступает, ребята. Когда-нибудь старость придет. И ваши способности зарабатывать будут меньше. Первый. Почему надо учиться о деньгах и заниматься инвестированием. Второе. Жизнь подорожает с каждым годом. Жизнь дорожает и дорожает и дорожает. 100 долларов сегодня это не то же самое 100 долларов в 2000 году. 100 долларов сегодня это не то же самое то, что было в 2010 году. Вы не можете за 1000 рублей, которые сегодня у вас в руках или там не знаю, 1000 тенге покупать то, что купили в 2010 год. Это вторая важная причина, почему надо учиться о деньгах. Третья причина. Почему необходимо учиться о деньгах, научиться их сохранить, управлять, инвестировать. Это человек зарабатывает 8 часов, а расходует 24 часа. Я повторяю, человек зарабатывает 8 часов, а расходует 24 часа. Это проблема. Если вы зарабатываете 8 рублей, если вы зарабатываете 8 рублей, но тратите 24 рублей, вы банкрот. Вы действительно банкрот. Поэтому нужно найти способ, нужно найти обязательный способ, обязательный способ, чтобы иметь 24 часа дохода. Найдите любым способом, чтобы 24 часа вы получили доход. А это 24 часа доход, бывает только пассивный доход. Активный доход всегда ограничено. Активный доход – это трудовой доход. Запомните это. Трудовой доход – ограниченный доход. А пассивный доход – растущий доход. Повторяю. Постарайтесь постоянно обновлять свои знания о деньгах. Это даст вам большой результат. Спасибо вам. Посмотрите ближайшие наши тренинги, мастер-класс и так далее. И что из них для вас сейчас необходимо, только в днем участвуйте. Желаю вам успехов. Я надеюсь, что это 40 минут или 50 минут, которые были с вами, был хоть немножко полезен для вас. До новых встреч. Буду рад служить вам. До новых встреч. Желаю вам успехов. Удачи вам. Создайте себя. Создайте свой рынок. Расширяйте свой рынок. До новых встреч.